Друзья мои, всем привет! В сегодняшнем видео я хочу посвятить стенам под покраску. На данном объекте, где мы сейчас работаем, у нас очень большой поток посетителей и поэтому, так как стены у нас здесь под покраску, они все покрашены, выровнены, гладкие, ровные, красивые и клиенты, которые здесь бывают, они естественно не ценят того, что здесь было сделано и поэтому им не важно, что у вас на стенах. И своими грязными руками, имеется даже не оскорбление грязными, а просто грязные и жирные руки, которыми они прикасаются к стенам, они оставляют на них следы. И для того, чтобы этого всего не было, мы приняли решение, что все эти стены будут залачены, то есть покрыты лаком бесцветным, лаком бесцветным матовым для того, чтобы уберечь наши стены, нашу покраску от воздействия каких-то внешних факторов. Естественно, это решение нужно было принять еще до того, как мы запустили здесь это предприятие в работу, но, к сожалению, об этом мы подумали в последнюю очередь. И когда уже наглядным образом мы увидели о том, что происходит здесь и как люди просто небрежно относятся к тому, что здесь сделано, мы решили все-таки это нужно сделать, так как сохранить эту красоту в первозданном виде, это наша первостепенная задача. Поэтому сегодня в этом видео мы будем использовать лак, будем наносить его на поверхности и, в общем, я вам покажу, как это все будет происходить. Поэтому сегодня мы будем делать залачивание стен, покрытием стен лаком. Поехали! Так как у нас уже все здесь готово к тому, чтобы принимать посетителя стены, вот решили мы залазить, нам нужно как-то защитить теперь те поверхности, которые не должны быть покрыты лаком. Здесь у нас везде уже монтированы плинтуса, поэтому чтобы лак не попадал на плинтуса, мы все это обошли вот так вот бумажным скотчем. Также все это будет бумажным скотчем обходиться вот эти вот наличники для того, чтобы тоже лак не попал на них. На полу будет, соответственно, укрываться все пленкой либо картоном для того, чтобы также лак не попал на поверхности. Ну и, соответственно, вот эти вот уголки, которые мы тоже установили для того, чтобы наши любезные клиенты не сносили уголочки. Так как уголочки у нас здесь декоративные, мы решили усилить их алюминиевыми уголками для того, чтобы придать им большую защиту. Вот теперь уж никто не сможет их снести. По потолку, естественно, тоже самое процедура предстоит, это заклеить эти вот все уголки скотчем бумажным для того, чтобы также сохранить и не было соприкосновения лака и потолочной системы грильято. Все, сейчас, в общем, ждем завершения вот таких вот работ по защите поверхностей и уже начнем наносить лак. Такое вот состояние лака, да? Белый март. Это мы делаем для того, чтобы разбавить его водой. Полностью? 5 литров? И столько же 5 литров воды один к одному. И нужно просто перемешать перед нанесением. Вот такая вот мутная консистенция у нас получилась. Белый-белый лак. Чем пахнет? Клеем ПВА пахнет, да. Итак, вот так мы готовы к процессу нанесения лака на стену. Разбавляли мы водой это для того, чтобы у нас на стене была тоненькая пленка лака и чтобы не было желтизны, которые лак будет давать по ходу нанесения. В общем, вот так вот все у нас жато. Ну давай, приступай к процессу нанесения лака на стену. Хорошо работает там, где есть кондиционер. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон